я рад всех приветствовать Blender 281 теперь дальше ролики будут именно в Blender The Brush отбросили другие программы пока не нужны я надеюсь каждый из вас выберет ту программу которая его позовет и в которой будет комфортно работать будь то Maya будь то ModBox там Cinema 4D 3D Max или 3D Quad программ очень много в каждой работать по-своему интересно и вот именно набор программ все равно в одной программе я считаю что работать хорошо но нужно как-то и в другие программы залазить вот мне лепить допустим комфортно The Brush развертку делать в ModBox мне комфортней а вот уже с анимацией я и именно с моделированием работаю уже в Blender вот три программы для себя я выбрал с ними я и работаю ну а скульпты с Alpha 6 все наверное кто смотрит канал знают как я ее очень люблю я с нее начинал для меня это вообще программа в которой и удобно лепить и делать разные вещи так вот он ролик погнали дальше панду уже разбирать уже риги будем разбирать в этом ролике глаза риг глаз все отключаем именно панду отключаем штаны так отключаем веки они нам не нужны и оставляем только вот наши глаза вот такие качество конечно чуть-чуть хромает но опять же повторюсь что у меня слабое железо слабая техника так сказать вытягиваем так сейчас я включу на н панели чтобы вы видели нажимаемые клавиши скрин каст кей и н панель теперь в левом углу увидите что я буду нажимать добавляем именно арматуру добавляем кость и вот кто смотрел именно предыдущие мои ролики как сделать колесом вот сейчас по этому принципу и пойдем работать так с английская уменьшаем косточку где-то вот до таких размеров заходим вот в эту функцию object date находим отображение во вьюпорте и поставим спереди следом берем мов поднимаем вот эту косточку вот до наших глаз вот так и все теперь можно будет работать в приближенном варианте вот так единица на нампаде тройка на нампаде вот так все здесь дело выглядит смотрим тройку на нампаде и уводим вот эту косточку вот где-то за глаза теперь заходим уже в режим редактирования нажимаем низ кости вытягиваем е косточку вот таким вот образом нажимаем на нее жмем alt p очистить родителя и можно теперь единицу на нампаде так немножко все это дело опять же выделить и мов вытянуть выровнять вот так вот по оси select box нажимаем на нижнюю кость выделяем ее единица на нампаде и можно мов увести ее на центр глаза так и немножко поднять вот именно по центру поставить следом что делаем вот от этой косточки мы можно теперь вытянуть именно тройка на нампаде еще одну косточку е вот так и нажимаем на нее делаем alt p очистить родителя ставим семерку на нампаде этой косточки можно нажать с вот таким вот образом большая она не нужна и оставляем ее чуть впереди вот так семерка на нампаде shift нажимаем вытягиваем косточку вот сюда это будет центральная кость нажимаем на верхнюю часть тройка на нампаде и и ставим ее вот так вот ровно вот таким вот образом давайте теперь их связывать так семерка на нампаде вот эту косточку выделяем через shift выделяем вот эту косточку вот так все это дело выглядит премерка на нампаде жмем control пи и сохранением взаимного расположения нажимаем связываем их теперь выбираем вот эту косточку и вот эту косточку вот эту жмем control пи и сохранением за имя доимного расположения. Так, что ещё сделаем? Вот эту косточку, центральную, надо связать вот с этой косточкой через Shift. Ctrl-P, сохранением и так далее. Вот вот так всё у нас связано. Теперь нужно вот эти две косточки продублировать. Выбираем вот так косточки, семёрка, на нампаде, Shift-D, копируем, щелчок левой кнопкой мыши правый щелчок мыши, пардон, правая кнопка мыши, щелчок и по оси X. Теперь ставим Move и перетягиваем всё это дело вот сюда, вот так вот. Вот таким вот образом. Вот эти части, вот эти вот, можно немножко уменьшить, чтобы до конца глаза они не влазили, а были в глазницах. Ну, в принципе, и всё. Теперь нужно в позу зайти, в режим позы. Выбираем вот эту косточку и через Shift вот эту косточку. Жмём Ctrl-Shift-C и нажимаем слежение. вот эту косточку вот эту косточку через Shift, вот эту Ctrl-Shift-C нажимаем слежение. Вот такая штука получается. Убежали глаза. От меня далеко. Ну и вот, что получается. Заходим теперь объектный режим, выбираем щелчок на глаз. вы видите, что именно глаза это разные. Глаза у нас два разных глаза. Вот здесь глаз один и просто глаз. Мы их выбираем через Shift два глаза и жмём через Shift на косточке. Ctrl-P Keep Offset так, с автоматическими весами. Вот это вот нажимаем. всё мы их объединили. Это теперь полностью Rig. Снимаем выделение, нажимаем на косточки и режим позы. И как всё это дело тут будет работать? Давайте проверим. Так, вот так. Если мы центральную кость жмём G, вы видите, что глаза у нас поворачиваются. G, глаза вверх-вниз крутятся. Вот так. Если мы возьмём вот эту косточку, то будет работать только один глаз. Вот. Вот таким вот образом. Если возьмём заднюю кость, мы можем переносить глаза. Ctrl-Z В режиме позы всё выглядит вот таким образом. Запомните, эти косточки вот это и вот это связаны с центральной. Вот эта косточка и вот это связывается тоже с центральной. И центральная косточка связывается с первой центральной косточкой. Две центральные кости. Так, что ещё? Вот эти две косточки это слежение в позе ну и давайте посмотрим что тут вообще у нас получается включим панду вот такие глаза вставлены выберем теперь объектный режим косточкам поставим вид сетки чтобы было видно и попробуем в режиме позы вот эту косточку выбрать и покрутить G вот так все это дело работает вот такая штука вот так это все работает сверху вот так вот глаза уходят здесь еще должны быть веки можно на этот риг завязать еще веки и будет века закрывать глаз так что еще можно посмотреть заходим в режим позы вставим опять же видимость так стержень оболочка восьмигранники отключаем панду видимость и вот этой косточке центральной поставим ограничение ctrl shift c и ставим ограничение положения вот она и вот теперь мы можем брать вот эту косточку нажимать G и вот она будет должна будет должна именно ограничивать движение ctrl shift c ограничение вращения можно еще поставить смотрим насколько ограничится вращение в принципе не намного наверное еще где-то поднастроить можно вот здесь вот в костях вот здесь так минимум максимум так влияние пространство можно поставить пространство мира пространство позы локальное с родителями вот здесь идет это все дело настройка пространство позы проверяем вот так все хорошо мотыляется ставим так локальное родители ну вот уже как-то она более по-другому глаза стали двигаться да вот уже более-менее как-то потяжелее и поприятнее так что тут дальше у нас для для трансформации максимально минимально ставим поворот ну допустим минус полтора проверяем во вообще классно вот теперь глаза еще лучше как-то двигаются потяжелее так не прыгают как эти повороти как енти уже лучше они тут себя в глазницах ведут единственное что вот не хватает веков ну вот в глазах вы видите как он себя ведет если еще веки сейчас поставить завязать вообще будет шикарно или веки можно уже отдельно сделать так в следующем ролике будем рассматривать именно как сделать рик вот этого вот рта все всем пока до свидания